Всем моим зрителям огроменный привет и сегодня я хочу показать свои новинки обновки одежды, немного обуви. Первая это вот такая вот крутецкая кожаная юбка, но это конечно не натуральная кожа. Сзади у этой юбки резинка, поэтому даже если у вас не совсем стандартная талия, то теоретически сюда может влезть достаточно большой диапазон сантиметров. Спереди у него вот такие вот шипы, но она достаточно короткая, но за счет того, что чуть-чуть расклешенно, они смотрятся по-шлядски обтягивающие. Плюсы юбки это ее оригинальный дизайн, но вообще такой очень интересный внешний вид, такой знаете дерзковато девчачий, но у нее есть огромный минус, который называется необработанный нижний край. Более того, на моей юбке висела вот такая вот артефактная нитка, прям таки кулачок ниток, прям таки шматок. Не заметить ее было невозможно, у меня вообще ощущение, что китайцы меня троллят и вечно мне присылают какие-нибудь классные штуковины. Еще здесь такое странновато, это вот такая вот, видите, рыжая подкладка. Рыжая такая, бесстыжая, торчащая, если у вас там где-то задерется юбка, то это незамеченным не пройдет не только потому, что у вас будут кокетливо выглядывать трусы, но и потому, что подкладка будет рыжей торчать наружу. Дальше троллинг номер два, это не поверите джинсы. Сейчас вы поймете, почему это троллинг, потому что это офигенско маленький размер. Посмотрите, вот моя рука, ешкин кот, блин, я реально могу только руку туда, наверное, засунуть, но они очень маленькие. Даже когда я была в своей далекой молодости очень худой девочкой, я бы, наверное, тоже бы при взгляде на эти джинсы подумала, что это точно не мое. Но новость интересная номер три, я в них влезла. Более того, когда я в них влезла, меня не порвало, знаете, блин, джинсы не порвало, меня не втянуло и не порезало швами, я более того даже ходила в них на работу. Единственный минус, который я у них нашла, это то, что они достаточно короткие. То есть они скорее похожи на бриджи, хотя хотелось бы, чтобы это все-таки были длинненькие джинсы. Третья вещь, которую я заказала для себя и которая мне очень-очень понравилась, это безумно элегантная пальтишка. Вверх у него вот эта кофтообразная часть, вот такая вот белоснежная, куговички тоже обсянутые напоминают, вот не меньше, чем, знаете, какой-нибудь королевы наряд. Вот, по-моему, это что-то в стиле там герцогских семей, когда показывают там съезд великобританской элиты, и они там что-то обсуждают, так вот все дамы в шляпах, вот в чем-то вроде этого. И низ прошита вот таким вот искусственным мехом в перемешку с кружевами. Смотрится просто потрясно, ну вот не знаю, мне очень нравится, я вообще себя чувствую просто героиней, я не знаю, там, богатые даже плачут или каких-нибудь таких старпёжских сериалов, которые уже никто не смотрит. Мех, кстати, выглядит не как потрепанный, здесь он, слава богу, искусственный, но смотрится очень даже прилично, он такой гладкий, неплешивый. Пальтишка вот такая вот белоснежная подкладка, даже на удивление ничего нигде не висит, там нету, знаете, сюрпризиков, когда ты наклонился, у тебя там отверстие какое-нибудь толщиной с китайской головы. Следующая вещичка напоминает балеро. Я вообще терпеть не могу балеро, но у меня их 10 штук в гардеробе есть. Вот такое вот балеро, причем балеро верти как хочешь, его можно вообще совершенно любой частью вставить туда, куда вам надо, разницы с предыдущим вариантом не будет. То есть оно как бы абсолютно симметрично относительно середины, поэтому можно одеть его как сверху вниз, так и снизу вверх. Следующие вещички я заказала для мамы. Первое это вот такой вот светелок. Светелок подойдет вообще на любой размер, он там, по-моему, был в одном размере, и причем были фотки девчонок, достаточно миниатюрных, как ни странно, он даже подошел на мою маму. У меня мама 48-го размера. Единственное, что если вы крупноватая барышня, вам могут быть рукава коротковаты, потому что длина рукав уйдет на объемчики ваших подмышечных пухлостей. Ну, в общем, все это вот тут вот рассеется, и когда надо будет закрывать остальное участие, кажется, что ткани уже нет. Но в целом все равно очень прилично смотрится. Подойдет и под джинсы, и под какую-нибудь теплую юбку. Следующая вещь вообще какая-то не от мира сего. Я очень хотела найти маме что-то типа курточки. Пришла такая тряпочка. Ну, просто тряпка-уродец. Я даже ее не хотела стыдно показывать. В общем, она на сайте смотрелась прилично. Там были выставлены фотки, как она на ком-то сидит, по-моему. Я ее выбрала не просто так, потому что она на меня произвела впечатление. Мне показалось, что это действительно интересная вещь. Но когда она мне пришла, девчонки, ну это просто. Посмотрите, там на боках какие-то разрезы. Я ради прикола ее на себя накину, чтобы вы представили себе весь масштаб недоразумения. Так вот реально смотрится, как халат медсестры, которые очень-очень долго носили, очень-очень долго не гладили, за которые хватались все больные. Посмотрите, как эта вещь смотрелась на сайте. Совершенно другой формат. И предсказать то, что она будет так уродски выглядеть в жизни, просто нереально. Следующая вещичка очень мне понравилась. Я ее тоже заказала для мамы. Это пальтишко, куртка, да. Причем она такая очень странная, немножко балахонообразная. Но она вот прям понравилась и ей, и мне. Во-первых, у нее нормальная длина. Она закрывает по эту точку. Вот у женщин, которые старше 35, есть такая заморочка у многих, чтобы была попа закрыта. Вот я не знаю, во всяком случае, сколько я знаю, мам, у всех попа открыта. Даже если это не просто попа, попа в джинсах нет. Это значит все равно, что попа гола. Так вот здесь она закрыта. Здесь такие длинные рукава. И при этом манженеты кожаные, ну это, конечно, не натуральная кожа, и прошитая резинка, так что они тянутся. Сама ткань напоминает шерстяной полиэстер, а по цвету твит. То есть она такая серо-коричневая. Немножко даже напоминает каракуль, но это не барашкиные вот кудри, такие 3D объемные выпирающие. Они достаточно плоские. И в этой курточке есть также капюшон из плащевки какой-то. И единственное, что мне очень понравилось маме, то что он черного цвета. С одной стороны, хорошо, что если будет накрапывать дождик, можно прикрыться и вас не намочит. Но черный цвет, знаете, придает такую некую траурность. Вот. Такого похоже. И вообще, мне кажется, немного прибавляет годков. Вот. Если вы там за 35, то уже надо стараться, чтобы около лица было нечто пастельное, веселенькое, а не такое мрачное, утяжеляющее. Ну и самый последний вариантик, это вот такая вот длинная-длинная кофта. Оно не прям там длинная-длинная, но до середины бедра. Это кофта с очень высоким, точнее низким декольте. Поэтому носите оно голое тело. Если вы не хотите там прослыть, не пойми кем, или светить своими вторичными паловыми признаками, лучше не надо. Она подойдет для того, чтобы надевать ее на водолазку, либо какую-то кофточку в качестве утепляющего варианта. Также у меня появился потрясающий домашний любимец. Слава богу, это не животное. Это комбинезон пижамы и вообще предназначено для того, чтобы в нем спать. Но я в нем хожу по дому. Я выбрала вот такой вот кошачий принт. Мне кажется, он такой какой-то интересный, не выглядит как такой гламурный лиопер. Кстати, вы бы видели, в чем я снимала все это время. Вот этот вот комбинезончик, я с ним вообще не расстаю. Тут видите, капюшон болтается. И просто я думала по-быстрому, в общем, потом сниму верхнюю часть, надену комбинезон и буду дальше так ходить по дому. Совсем забыла вам его показать. У комбинезончика есть капюшон. И более того, вот эта вся молния, она доходит до вершины капюшона и напоминает спальний мешок. Поэтому, когда холодно и я мерзну, то я просто вот застегиваю себе чуть ли не до подбородка, у меня даже шея согревается. Здесь 80% хлопка, ощущается он вообще как 100% хлопок, и он очень теплый. Сама молния тоже имеет две собачки, то есть его можно открывать-закрывать в двух направлениях. Вот так вот снизу и сверху. Это, кстати, актуально для мальчиков, которые могут сходить. В туалет не снимаю комбинезону. Ну, блин, я, наверное, это не буду вам рассказывать. Потому что я уже это только что рассказала. Гораздо удобнее, чем любые мои раздельные комплекты и даже платье. Потому что в платье я мерзну, так как ноги надо отдельно утеплять. А раздельные комплекты тоже надо друг по другу подбирать. Плюс, если наклоняться, то малька обычно задирается. Ну, в общем, есть какие-то свои сложности. А этот просто вот приходишь и такое ощущение, что он меня дома ждет. Я его надеваю и все. Кстати, что касается размера. Размер надо заказывать очень внимательно. Я заказала на себя S. Честно говоря, можно было смело заказывать XS. Второй такой же комбинезон я заказала для Сережи, только выбрала немного другой цвет. Теперь мы как два домашних телепузика ходим по квартире. Но реально снять себе этот комбинезон и надеть что-то другое просто нереально. Потому что более удобной домашней одежды у меня никогда не было. Эти комбинезоны сайта Фотужамы. И ссылочку на них я оставлю внизу. Ну, и последнее, что я заказала, это сапожки. Я в них уже ходила на работу. Это ботфорты. Они смотрятся очень круто. В всяком случае, если ноги с признаками стройности, даже отдаленными, то ботфорты очень круто могут подчеркивать контуры ног и выглядеть, знаете, как вот черные чулки. Мои ботфорты выглядят вот таким вот образом. У них совсем небольшой каблучок. Здесь что-то типа матовой кожи. Есть вот такие вот лаковые вставки в виде каких-то листиков. Они очень удобны. Вот эта часть очень хорошо облегает ногу. Немножко даже тянется. Они прям в обтяжку смотрятся. Конечно, просто very sexy. Я когда в них хожу, где бы я ни повлялась, у меня вообще ощущение, что со мной хочет познакомиться 90% населения. Реально, вот не вру. Ну, может, чуть-чуть привирал, конечно, но может, кроме бабули. 90% минус бабули. Я, кстати, с ними выкладывала фотки в инстаграм. Тоже всем понравилось. В общем, классные сапоги. Но у меня есть большие сомнения по поводу того, что это кожа. Я даже согласна поверить, что кожа это вот эта плотная часть. То есть здесь плотный носок и пятка. Вот вся серединка, она идет из какой-то очень тонкой, немножко такой эластичной кожи. Причем было написано, что это, я уже говорила, потому что это 100% кожа. Но я в этом очень сильно сомневаюсь. Как проверить, я не знаю. Поджечь свои единственные обтягивающие ботворды мне дико жалко. Потому что если они поплаваются, я не хочу уходить с дырой. И потом на вопросительный взгляд всем объясняю, что это я проверяла, кожа ли это. Ссылку на них я оставлю внизу. Может быть, вам удастся по фотке посмотреть, потому что там есть крупные планы, похоже ли это на кожу. Цена у них, кстати, была тоже очень кожаная, больше 100 баксов. И я немножко даже как-то озадачилась. Потому что с откровенно наглыми врагами я не так часто встречаюсь. Ну, в общем, это у меня вызывает большие сомнения. Заказала я Фаберлик шелковый шарфик. У меня что-то поперло на шелковый шарфик. У меня вообще в гардеробе вообще нет шелковых вещей. Единственное, это где-то 4 шелковых шарфика. Я поняла, насколько это вообще потрясающая ткань. Насколько она может согревать, когда тепло. Ну, все, как обычно, все наоборот. И насколько она может не парить тогда, когда жарко. Она вот безумно приятная, такая немножко скользящая. Я прям вон там готова все видео делать. Расцветка у шарфика вот такая. Основной доминирующий цвет это серый, белый горошек. Смотрится очень женственно. И посередине вот такие вот оранжевые узоры. Надпись Фаберлик, она спрятана в углу шарфика. И написана прописанными буквами. Поэтому больше напоминает какую-то дизайнерскую роспись. А не там название фирмы. Мне он очень-очень нравится. Причем, когда я хочу там какие-то яркие цвета. Я этот оранжевый к себе поближе. Если мне хочется чего-то такого более нейтрального серенького, то я как-нибудь его сворачиваю. У меня получается серенький цвет. Вот и все, что я вам хотела показать. Очень-очень жду в ваших комментариях. Обязательно напишите, как вам кажется, кожаные ли это сапоги. Всех-всех-всех целую. И всем пока. Продолжение следует...